сейчас какие-то совершенно невероятные цены в кирове потому что нет понимания что дальше будет с рынком не сейчас купить или подождать кто-то тоже может это себе позволить брат за неделю все будет шоколаде риэлторы зачастую выполняют роль психолога многорукий бог шиво только во всем что касается недвижимости многие считают что могут обойтись без риэлтора лучше риэлтор мальчики девочки ну привет милые зрители фире первого городского проект в моменте в студии роман корнеев ведущий у меня сегодня гость который является великолепнейшим экспертом профессионалом во всем что касается недвижимости людмила скрипченко риэлтор на все города эксперт в сфере недвижимости в профессии с июня 2014 года сейчас какие-то совершенно невероятные цены в кирове в кировской области на недвижимость с чем это связано что делать ну во первых все началось с того что были введены санкции для россии в связи с этим возросли цены на строительные материалы и как следствие начали расти цены у застройщиков на квадратные метры те которые мы обычно покупаем которых мы живем и как следствие вторичка она тянется за новостройкой и когда вот это все началось рост цен на новостройки на вторичный вариант вторичный рынок начал подтягиваться мы заметили такое явление как сокращение количества предложений на рынке конкретно по вторичному жилью предположение такое что люди скорее всего немного все-таки переживают зато смогут ли они оплачивать будущие ипотеки стоит ли вообще сейчас делать какие-то вот такие решительные шаги в покупку недвижимости вкладываться и поэтому некоторые поснимали свои квартиры с рекламы просто убрали с рекламы передумали продавать потому что нет понимания что дальше будет с рынком и все-таки немножечко вот опасаются что делать в этой ситуации то есть сейчас есть у меня скажем запрос на недвижимость мне сейчас купить или подождать по поводу подождать я бы сказала так сейчас крайне сложно что-то прогнозировать если говорить в размер в разрезе будущих трех месяцев это еще возможно что-то спрогнозировать то есть к сезону всегда цены немного подрастают как бы то ни было потому что начинается сезонный спрос на недвижимость люди все когда сезон вообще начинается конец июля начало августа и длится примерно до февраля в недвижимости то есть в идеале покупать нужно в марте когда закончился сезон возможно и так возможно и так но вопрос будут ли там предложения которые будут нужны именно вам какие сейчас самые востребованные виды жилет вырос спрос на загородную недвижимость это как раз таки с момента пандемии 20 год 21 год он прям возрос значительно потому что люди поняли что в любой момент может все измениться в любой момент они снова могут оказаться на том месте когда им вынуждены будут работать из дома и работать в более комфортных условиях со своим приусадебным участком с возможностью выйти на улицу подышать да и соответственно площадь другая объекта уже идет для них это более комфортно выросли тоже цены как я понимаю на загородное жилье или или там там вот это увеличение цен не так сильно заметно здесь вот на уровне 3-4 комнатных квартир цены более-менее схожи с загородной недвижимостью здесь вот специфика проживания имеет значение для потребителя вернусь к вопросу ипотеки ипотека выгодно ли сейчас ее брать и если какие-то программы которые примут нужно брать прямо сейчас и не раздумывать вспоминая период так скажем недвижимости всегда есть период цикличности это 78 лет и как раз таки вспоминаю вот тот период 7 восьмилетней давности ставки на тот момент очень сильно подскочили они были гораздо выше чем сейчас ставки те которые предлагают банки мое мнение на этот счет следующее ипотека выгодна всегда конечно по разумным процентам если мы говорим о том что сейчас очень много программ субсидированных то есть это например господдержка 2020 когда берет семья либо один человек именно у застройщика новостройку либо это семейная ипотека когда имеется двое более детей там ставки еще ниже могут быть условием тоже является выбор квартиры у застройщика у меня товарищ начал раздумывать о переезде с очень просто как в контексте ипотеки потому что он увидел рекламу ипотека один процент это реально есть такие цифры где-то там или у нас тоже есть какие-то программы подобные программы подобные есть были ставки под 0 1 процент здесь идет договоренность между застройщиком и банком у нас киро есть такие да они есть и они устанавливаются сначала на внутреннем их уровне потом уже транслируются соответственно потребителю то есть существует некоторая договоренности когда обе стороны понимают что им это будет сделать выгодно что рынок простаивать не будет до ипотека будет работать и стройка будет идти разумеется цены на такие квартиры будут чуть дороже чем если бы это была не субсидированная ставка но кто-то тоже может это себе позволить страховка при ипотеке обязательно ли она это вообще моя любимая тема я люблю очень долго на нее разговаривать вообще страхование объекта при моменте оформления ипотеки на квартиру оно обязательно по федеральному закону об ипотеке страхование жизни это всегда такой острый момент когда клиенты наши сомневаются стоит им брать или не стоит им брать потому что платеж не маленький здесь большое значение имеет возраст и сумма ипотеки чем старше человек тем и чем выше сумма ипотеки тем соответственно страхование будет дороже я рекомендую это делать почему потому что во первых у нас же сейчас непредсказуемая неизвестно что может случиться и это в любом случае защита ваших семейных вашего семейного бюджета будущих наследников не дай бог да об этом думать не хочется ну или в любом случае потеря работы или какой-то несчастный случай у вас есть защита в плане страховки страховая компания оплачивает банку либо несколько месяцев либо всю сумму вашего кредита можно ли застраховать то есть взяли в ипотеку в т.б. пример там год страховки был в т.б. можно ли застраховаться не в том банке где была ипотека на самом первоначальном даже этапе человек имеет право выбрать страховую компанию которой он может застраховать свое свою жизнь в рамках ипотеки во первых требования компании то что она должна быть аккредитована и банки не имеют права навязывать и они не навязывают то чтобы страховались конкретно у них они могут предложить могут рекомендовать могут соответственно называть какие-то отличительные особенности но если все-таки так скажем есть мягкая настойчивость что нужно застраховать конкретно в этом банке то здесь любом случае существуют отношения бизнеса отношения рыночные когда есть партнерские отношения между банком и страховой компании материнский капитал который часто такая популярная вещь как им правильно распорядиться что с ним сейчас по ним я понимаю есть масса вариантов но вот с жильем как правильно то есть в покупать квартиру или в брать ипотеку используя его или как здесь наверно особой разницы не будет смотря какая цель если говорить например про районы нашей области да где также дети рождаются также мама получает материнский семейный капитал на улучшение жилищных условий как правило сумма материнского капитала она примерно равна стоимости недвижимости в наших районах там дома какие-то квартиры и так далее то есть там могут обратиться владельцы мска сразу же к продавцу и перечислить соответственно деньги ему там имеет значение возраст ребенка если ребенку больше трех лет то деньги можно напрямую продавцу если меньше трех лет то через аккредитованной кредитной организации а брачный договор брачный договоров при покупке недвижимости есть такой есть такой договор брачный договор это вообще понятие которое можно применять не только при самом оформлении недвижимости причем любого имущества это понятие которое определяет режим владения с супругами их имуществом которое было нажито либо до брака либо во время брака здесь очень часто сталкиваемся с ситуациями когда клиенты оплачивают ипотеку они живут вместе они они супруги и по какой-то причине решили разводиться здесь тогда мало того что нужно будет второго супруга выводить из ипотеки из этого кредита имеет смысл также как вариант составить брачный договор чтобы распределить доли часто бывает так что супруг отказывается пользу детей либо наоборот и не отказывается там очень много тонкостей которые вот без консультации лучше самим не предпринимать брачный договор он может заключаться либо до брака либо во время брака то есть если например молодожены договорились на берегу что так и так они будут владеть имуществом а есть еще понятие соглашения разделе имущества она как раз таки делается либо вовремя брака либо после его расторжение уже то есть ясно либо мировое соглашение либо через суд покупка недвижимости в другом регионе как это с чего начать вообще как как куда куда бить если я решил переехать начать надо с того чтобы определиться с регионом почему вы туда хотите какие там перспективы либо просто вы готовы работать удаленно но хотите жить другом регионе здесь как выборе например квартиры в нашем же городе надо учитывать следующие показатели это социальная инфраструктура что важно школы садики магазины отдаленность от работы либо интересно рассмотреть более современные жилые комплексы даже если они будут подальше от города ремонт ценовая политика бюджет который вы готовы на это вложить и соответственно от этого и отталкиваться пример можно к вам обратиться вы можете проконсультировать и помочь приобретением да конечно у меня такой народный слоган риэлтор на все города как выбрать правильного риэлтора вот где-то мне ошибиться потому что на рынке услуг ну только как и любая ниша да то есть есть конкуренция как понять что это что ему можно доверять нам в этом плане жителям кирова и кировской области я считаю что вообще повезло почему потому что у нас город небольшой у нас очень хорошо развита сарафанное радио принцип рекомендации и хорошие риэлторы как правило они на слуху у их же клиентов то есть если возникает вопрос буквально вот недавно у меня была ситуация к моей подруге пришла клиентка начала жаловаться на своего риэлтора я на что он сказал давай тебе свою девочку дам ну так скажем своего риэлтора я тебе дам буквально за неделю мы сделку оформили то есть здесь принцип рекомендации в нашем городе работает на хорошо начали нет рекомендации не сталкивался человек с этим или человек в нашем городе не так давно живет год-два-три приехал но нет у него риэлторов куда бечь но если год-два-три это вряд ли конечно тут можно поискать а вот если говорить про то куда обращаться и кого выбирать здесь скорее всего нужно социальные сети нам в помощь потому что как правило риэлтор который работает на этом рынке давно социальной сети ведет можно просмотреть его работу посмотреть отзывы что немаловажно либо обращаться в агентство но у нас принцип больше такой что все-таки идут на человека ты встречаешься с человеком риэлтор тебе говорит брат за неделю все будет шоколаде ты не заплатишь ничего это будет стоит тебе очень мало денег квартира будет 8 комнат прямо на театралке вот здесь скорее всего важен именно момент наверное первичной консультации сможет ли риэлтор ответить на все вопросы которые будут заданы вообще при выборе риэлтора многие считают что могут обойтись без риэлтора но когда начинаешь планировать сделку составлять так скажем карту сделки возникает вопрос налогообложения даже если больше минимального срока владения есть риск попасть на налоги возникает вопрос выделения долей погашение ипотеки риэлторы знают как это все делать правильно как это все делать быстро и как это сделать с минимальными потерями для клиентов первую очередь времени вторую очередь денег то лучше риэлтор мальчики девочки сложно говорить тут надо отталкиваться знаете чего никто лучше мальчик или девочка а кто подходит больше наверное по темпераменту какому-то внутрь каким-то внутренним ценностям то есть например если женщина например в стадии развода ищет объект лучше идти сто процентов женщине сто процентов женщине идти если например это мужчина который экономит время и так далее еще какие-то там есть для него важные критерии сэкономить деньги сэкономить время но может быть ему проще будет с мужчиной общаться ну то есть выбор риэлтора это примерно как выбор своего стоматолога или своего юриста да то есть ты вот главное чтобы он тебе был прям по своего психолога да вот тут важный момент своего психолога потому что риэлторы зачастую выполняют роль психолога и и тут важно найти именно своего человека бывает так что да бывают сложные сделки бывают клиенты со своим темпераментом со своим архетипом как сейчас модно говорить но здесь важно найти друг другу подход насколько многогранна эта профессия не просто найти квартиру и написать три бумажки это пожалуй наверно самая многогранная профессия из всех из всего реестр профессии сейчас на текущем рынке ты еще должен быть маркетологом и смм щекам и тексты правильно писать разбираться в юридической документации соответственно знать где взять разрешение письма отправить если это продажи комнаты как проверить земельный участок размежован неразмежован на каком этапе кадастр еще туда там кадастр там судебные приставы там заведенные дела там банкротства там все что угодно там росфин мониторинг противодействие отмыванию денежных средств 115 федеральный закон очень много нюансов которые сам потребитель клиент обыватель продавец недвижимости или покупатель недвижимости даже не задумывается о том что это надо проверить то есть по сути вы такой многорукий бог шива только что на всем что касается недвижимости и психологии да друзья если вам потребуется хоть какая-нибудь консультация в недвижимости вы знаете куда идти сегодня в гостях у меня была людмила скрипниченко дамила очень приятно очень приятно моменте